Успешный возврат, выпуск номер 9. Сегодня у нас эффективность претензий. Напоминаю, что рубрика «Успешный возврат» — это рубрика, в которой мы рассматриваем не теоретические аспекты защиты прав потребителей, а конкретное взаимодействие, где у потребителя получилось вернуть деньги. Читаем вопрос. Точнее, рассказ. Точнее, отчет. Подошел к консультанту. Сказал, что хочу вернуть мышку по гарантии в течение 14 дней, без претензий. Хотя претензия была в пакете. Он сказал, что это технически сложный товар, и его нужно отправлять на экспертизу в другой город. Достал из пакета претензию, и без всего одобрили возврат или замену на выбор. На следующий день уже вернули деньги на карту. Не думал, что это так легко. Не думал, что это так легко. Читаю такой отзыв, и радуется мое мнение о защите прав потребителей в нашей стране. Радуется и ликует. Я хочу, чтобы каждый из вас был таким же грамотным потребителем. Во-первых, посмотрите на настрой. Человек идет в магазин, и вроде бы хочет вернуть товар. И большинство из вас приходит в магазин, и такие, ну вот сейчас попробуем вернуть, подойду и попрошу. И все, из-за этим действиям нет ничего. Дальше человек, он не представляет, что может быть. Согласятся, не согласятся, что-то надо будет делать, что-то не надо будет. В общем, есть такая неопределенность. А здесь человек идет возвращать товар, так же, как вы. Просто попросит, но уже с собой претензия. То есть уже примерно ожидает, что может быть, что откажет. И знает, что самое эффективное – это написать претензию. Он ее написал, он ее взял с собой, но поначалу просит так. Это и есть эталонное самое эффективное действие, которое вы можете сделать. Открываем мое видео, которое называется «Возврат товара по гарантии. Полный порядок действий». Там первое действие какое – просто попросить вернуть. Второе действие – если вам срабатывает любой сценарий, кроме возврата, то есть игнорирование, отказ, дополнительные просьбы, вот это все бесконечное. Ремонт и экспертиза. Как только вам срабатывает любой сценарий, кроме возврата, вы достаете претензию. И человек ее достает. Потому что она у него. Потому что он смотрел мои видео. Он грамотный потребитель. Но перед тем, как он ее достает, он получает смехотворный отказ. Мышка – это технически сложный товар. Что это? Прямое введение потребителя в заблуждение. Ведь если бы вы на видео снимали это, а потом бы в претензии указали, что вам консультант отказал в реализации ваших прав, указав, что мышка является технически сложным товаром, это было бы видеосвидетельство того, что вы зафиксировали обман. Потому что вам просто врут напрямую. Почему? Потому что есть перечень технически сложных товаров. И, конечно же, там нет мышки. Но вам говорят, что там она есть. Точнее, вам так не говорят. Потому что про перечень консультант, скорее всего, не в курсе. Он просто говорит, ну, это технически сложный товар. Ну, он компьютеры соединяет. Все-таки что-то сложное. Там даже где-то электричество. У-у-у, это все технически сложно. Это ему так кажется. В реальности не он определяет и не критерий сложности, а наличие товара в перечне. Вот если он есть, то тогда он технически сложный. Если есть в перечне. Если нет, то он не технически сложный. И да, есть невероятно сложные товары. Например, процессор компьютера. Он по бытовому, по житухе, как говорят, суперсложный. Это эталон человеческой мысли развития за 100 лет. Это сложнейшая штука. Но не является технически сложным товаром. А есть, ну, достаточно по простым меркам, современным. Телевизор простенький. И он является технически сложным товаром. Потому что это определяется не вашими жизненными координатами. Это определяется наличием или отсутствием в перечне. Мы про это не раз говорили. И дальше консультант говорит, что помимо того, что мышка является технически сложным товаром, нет, он указывает, что поэтому ее нужно отправлять на экспертизу. Хотя в этом нет никакой логики. Магазин имеет право отправить ваш товар на экспертизу, независимо от того, технически он сложный или нет. Экспертиза не определяет технически сложный товар, можно ли починить вот это все. Экспертиза определяет лишь вы сломали или на заводе плохо собрали. И если это технически сложный товар, и он, соответственно, был сломан вами, это показывает экспертиза, и магазин вам может ничего не возвращать. А если это не технически сложный товар, и вы сломали, и это показывает экспертиза, то магазин вам может ничего не возвращать. Логику понимаете, технически сложный товар и экспертиза никак не связаны. Однако, есть в головах многих сотрудников такая мысль. Но если товар что-то сложный, то разберется только экспертиза. Для них экспертиза это некий процесс, знаете, где ученые ходят в халатах, с серьезным видом что-то анализируют. При чем тут это вообще? Экспертиза лишь устанавливает причину возникновения любого дефекта в любом типе товара. Даже в продовольственном там можно проводить экспертизу. Хорошо. И тут наш потребитель достает претензию. И ему сразу же одобряют, одобряют, одобренизируют возврат. Почему? Да потому что это так всегда почти работает. В 99% случаев написание претензий решит ваши вопросы. Напоминаю, что на нашем канале я ввел рубрику «Реальный и успешный возврат» для того, чтобы вам показать, как это все работает. Значит, многие думают, что раз я разбираю сложные случаи взаимодействия, там такие-то товары, а здесь нет, а там экспертиза в другом городе, а тут была предоплата, а то дистанционная продажа, а тут товар такой-то, ярлычки сорвали, но можно вернуть по 25-й статье, потому что их сорвали, но не повредили, можно ли, да, сколько всего. Но 99% дел решится по-другому. Вы напишите претензию и вам вернут деньги. То есть мы на канале разбираем юридические этюды интересной ситуации взаимодействия. Но я всегда хочу для вас донести мысль, что это крайне редкие ситуации взаимодействия. В большинстве случаев вы написали претензию, вопрос решили. Именно поэтому вы должны ее писать. И здесь так и произошло. И посмотрите, последнее предложение, которое пишет наш зритель под ником Яу. Не думал, что так легко это. Вот я уверен, вы, ваша бабушка, дедушка, родственники, внуки, дяди, зяти, сестры, тети, друзья, знакомые ее, соседи, не думают ровно так же. Полагают, что все это сложный, навороченный, хитромудрый, сложно сочиненный и сложно подчиненный процесс. А это не так. Это простое элементарное действие. У нас реальность, практика возврата товаров такова, что большинство товаров будет сразу же вам вот так. У вас будет расторгнут договор купли-продажи и вам вернуть денежные средства, просто когда вы напишите претензию. Поэтому ее нужно писать. Все. Замечательный отзыв. Он показывает всю суть. Во-первых, что на самом деле почти всем все возвращают очень быстро. Во-вторых, что это крайне легко. В-третьих, что магазины попробуют экспертизы, технически сложный товар, попробуют нам придумать всякую бредятину, чтобы вас просто ввести в заблуждение. То есть магазин, посмотрите, вот у магазина по совести, по-честному пришли, сказали, товар сломан, вот верните деньги. Нормально, ну бывает. Почему магазин не может сказать, ну да, сломан, ладно. 99 других нормальные, этот один сломался. Такое бывает. Есть процент брака. Все, вам вернем, клиента не потеряем. Но почему магазин должен включать режим непонятных действий? Зачем врать, что это технически сложный товар? Зачем говорить про какую-то экспертизу? Зачем все это? Зачем они портят отношение клиентов к себе? Мне это не понять. Может быть, в краткосрочной перспективе они так немножко денежек сэкономят. Но ведь этот клиент к ним больше не придет. Вот он по претензии вернул деньги. Как вы думаете, он захочет еще раз пойти в этот магазин? Скорее всего, нет. А результат-то какой? Ему вернули деньги. А могли вернуть просто так, сразу. А он бы сказал, крутой магазин, всегда буду сюда ходить. И всем порекомендую. Нет, магазину надо обязательно включить вот эти фильтры на грамотного потребителя. И ведь кто-то, много кто, на этом фильтре отсеется. То есть, ему деньги не вернут. Он поверит, что технически сложный товар. Он и слыхать не слышал, что это такое. Но ты тут знал. Ой, технически сложный товар. Быстренько в гугленный писал. Ой, да там такое что-то есть. Что-то какие-то с ними особые условия. Мы тут сами все разобрали досконально. Но он-то не знает. Он мои видео не смотрит. Исправьте это. Киньте ему мое видео. Потом про какую-то экспертизу. То есть, человек даже, например, открыл технически сложный товар. Такой, ой, сложно, быстро загуглил. А, а мышки-то там нет. Говорит, мышки-то нет. Мышки-то нет. А ему такие, на экспертизу отправлять. Он такой, ой, еще экспертиза какая-то есть. Технически сложный товар. И какие-то экспертизы. Не, ну все. Нужны мне эта мышка. Ну, там, эти полторы тысячи рублей, например. Прочее пойду время свое сэкономлю. Лучше заработаю эти деньги, чем верну. Хотя реальный возврат это вот пара секунд. Все. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем вас. Я-о-у. С успешным возвратом не думал, что так легко это. Спасибо за эту фразу. Теперь вы знаете, что так легко это. Есть только один способ, как можно сделать так, чтобы ваши родственники, соседи и друзья узнали это тоже. Кинуть им это видео. Вы напрямую ответственны за то, чтобы у людей было больше знаний о мире защиты прав потребителей. Не кидайте мои видео. Кидайте те, которые лучше на YouTube. Или в других сетях. Вы их знаете? Я нет. Но если знаете тех, кто делает лучше, кидайте им их, чтобы они те смотрели. Но я таких не знаю. Я как будто тут единственный в вакууме борюсь за права потребителей. Поэтому кидайте мои или другие. Сами решайте. Но меня, меня можно поддержать по номеру карты в описании. Вот он. Можно скопировать, вставить, отправить маленький донат пожертвований. Смотрите, тут написано номер карты Екатеринбург. Это место, где я нахожусь. Кинули, поддержали. 30, 50, 70 рублей. По принципу, я помог вам, вы помогли мне. Всегда будет очень здорово. Есть люди, которые считают, что если им что-то помогло, то нужно как бы отблагодарить вот это. Вот вы это можете сделать. В режиме шапка уличного музыканта. Можно кинуть, можно нет. Добровольно, опционально. Как хотите. Но если поддержите, то вы будете чувствовать, что напрямую связаны с поддержкой канала. Потому что, собственно, за счет этих донатов, пожертвований канала существует. Монетизации нет. Соответственно, трачу я время на съемку, выкладывание, оформление и ответы на вопросы. Просто так. Просто трачу свое время, которое мог бы зарабатывать где-то. А я трачу на это. Вот вы можете частично компенсировать мои затраты. Частично. Потому что, ну, вот эти часы времени, которые я трачу, каждый день почти, их, конечно, не компенсируют. 30, 50 рублей. Может быть, компенсируют, если их будет. Если вас будет много, тех, кто кидает. А будет много, знаете, когда? Когда вы меня поддержите. Потому что реальная поддержка начинается не с друга и не с соседа, а с вас. А они уже там тоже тогда будут поддерживать. Но это все все равно, только если хотите. И если это вас не напрягает с точки зрения финансовой. Номер карты. Екатеринбург. Выделили, вставили. И меня поддержали маленькой суммой. Буду искренне благодарен. А с вами увидимся в следующих видео.